Всем привет! Вы на канале Нашей Смой Мерите, не уладите свой лайф. Сегодня просто микро распаковка, а сегодня распаковка, вторая распаковка умного браслета GO-B3, как вы уже поняли с названием, из превьюшки. И я распакую, немножко про него расскажу, и это будет второе видео про него, и эта серия будет продолжена, потому что рассказать есть что, а чтоб не затягивать видео, я наверное сделаю два или три таких вот небольших видосика и в них расскажу. Значит, в первую очередь это видео для Ляли Вульф, для Марии Васильевой и для Оксана Полот. Я вот здесь записал все имена, чтобы не перепутать и не забыть никого. Эти подписчики спасибо вам интересовались, как это все работает, хотели узнать поближе. И они втроем немногие, а еще Сергей П., мой полный тезка, можно сказать, прибавился к этому. Было немного комментариев под первым видео, но тем не менее, вот эти трое-четверо подписчиков, они были заинтересованы и в общем-то можно было бы, так сказать, продолжение и не делать, учитывая то, что мало было вопросов и комментариев, но вот вы заинтересовались, я вам расскажу и покажу. Так, пришел он в такой же коробочке, а, так я ж не рассказал почему, но вот будем распечатывать и буду рассказывать. В общем, третья серия приходит вот в такой красивой коробке, давайте его распакуем, красиво. Должен ответить в глаза. Опа. Аккуратненько это все вскрыть. Красота. Коробочка очень красивая, она немножко меньше, чем та, в которую была запакована вторая серия, вторая серия была на пластиковом постаменте. Так, ну и вот, собственно, в такой коробке вот он лежит. Красивый и нарядный наш браслет. Какая-то полосочка. Снимаем, полосочку пропадает. Экранчик пленочкой закрыт. Так, а внутри, вот так вот если потянуть, мы достаем подставку, в которой лежал браслет. И здесь мы имеем кабель, здесь мы имеем инструкцию на китайском языке и вот такую вот большую книжку с описанием его функций, как стартануть и прочее, как управлять экранами, как заряжать. В общем, такая, скажем, надо, чтобы было, вдруг кто-то не разобрался. Так, ну и вот давайте, значит, что я хочу рассказать сегодня, в сегодняшнем видео, на чем я хочу остановиться. Так, значит, здесь у нас еще есть вот такой вот датчик, он тоже у нас там заклеен. Сейчас мы его отклеим. Оп, красота. Так. Ну. Все как было, точно как тот, который пришел первый, все точно такое, только есть небольшое изменение. Вот на этом хомутике, куда мы заправляем ремешок, написано Helby. На прошлом такого не было. И вот эта вот серая окантовочка, серая подкладочка на ремне, он типа называется у меня черно-серый. Она какая-то стала... Саринка прилипла. Она стала более темная. В предыдущем, не версии, а скажем, в первом браслете, который я получил, она была немножко посветлее. Но, тем не менее, смотрится хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почему я посчитал дырочки, я вам сейчас объясню. Собственно, Анна... Не Анна, извините, забыл. Оксана. Оксана Полот спросила, какой браслет мне нравится больше, второй или третий. Ну, вот так вот он выглядит на руке. Небольшой, аккуратный. Как большинство, скажем так, типичных умных часов. Так вот, если сравнить его с предыдущим, со второй серией, я не могу даже сказать, что он мне нравится больше или меньше. Потому что и у того, и у того есть свои плюсы и минусы. И есть общее то, что их объединяет. И, собственно, почему я получил второй браслет. Значит, если сравнивать по дизайну, в прошлом ролике я показывал, как выглядит вторая серия. Если кто-то не видел, вы можете посмотреть. Тот браслет, он похож больше на браслет. То есть, он не похож на часы. У него очень интересно сделан дисплей. И когда он висит на руке, одет на руке, то, в общем-то, он смотрится как, ну... Можно сказать, как смотрится, как спортивный браслет, или просто как браслет. То есть, он не похож на часы. Когда ты одеваешь этот на руку, то ты уже как будто как в часах. Вот. Ну, кому-то может не нравиться там двое часов на руке. То есть, получается, у меня с одной стороны вочи, а с другой стороны этот. И, в общем-то, так, ну, как бы немножко можно сказать с двумя часами, что к чему и почему. Ну, скажем так, в современном мире, я не знаю, как там, где вы меня смотрите, но в Америке, как бы, всем глубоко пофиг, что ты делаешь, что ты одеваешь, как ты носишь. И поэтому каждый делает то, что ему нравится, и то, что ему удобно. Вот. Ну, давайте вернемся к тому... А, так вот и отличие. То есть, когда ты носил вторую серию, то там было похоже больше на браслет или на какое-то специальное устройство. Этот же больше похож уже на смарт-часы. Вот. В этом их отличие. Экрана у второй серии, как таковой, не было. Там была светодиодная подсветка, которая выводила просто цифры. И на него было удобно смотреть. Они были большие, они были яркие. Они переключались кнопочкой. И это было удобно. В этом же браслете никаких кнопок нету, ничего нету. Все, скажем так, переключается на экране. Вы можете смахнуть, слескнуть и увидеть какие-то данные. Но сам экран, я не могу сказать, что мне нравится. Потому что, во-первых, он немножко блеклый. Он хорошо смотрится только на солнце. Он, наоборот, подсвечивается солнцем. И тогда он очень яркий и очень красивый. А если, скажем так, пользоваться той подсветкой, которую придумали разработчики, то, в общем-то, она немножко блеклая. И она не раскрывает полностью этот экран. Цифры маленькие. Получается не ярко. Мне не понравилось. Поэтому, в общем, я бы даже предпочел, чтобы он остался без экрана. А именно вот с таким типа экраном, которое было во второй серии. И мне бы, наверное, больше понравилось, если бы он выглядел просто как браслет, а не как смарт-часы. Проносил я первый, который был у меня где-то, наверное, 3 месяца. Может, плюс-минус, немножко больше-меньше. Стекло у него прочное. В общем, я ношу аккуратно. Но, тем не менее, где-то бывает иногда, может быть, за какой-то угол зацепишься или еще что-то. Сильных ударов, как таковых, не было. Ну, где-то вот, может быть, мог провести случайно там за полку зацепить. То есть, оно не поцарапалось у меня. Все с ним было аккуратно. Поэтому качество мне как бы понравилось. Вот. Теперь я хочу рассказать, что у них было общего и какая у них была общая беда. Значит, во второй серии здесь стояла, как было заявлено на сайте, позолоченная пластина с напылением золота. И она снимала данные. Вот такого датчика, как в этом, не было. И, значит, чтобы все хорошо работало, браслет надо было одевать очень плотно на руку. Абсолютно плотно. То есть, иначе он сообщал о том, что потерян контакт с кожей. И не снимал данные, а через некоторое время отключался. Поэтому ремешок надо было затягивать достаточно плотно. Вот. И что от этого получилось? Почему, собственно, я и расстался с ним? От того, что он очень плотно одет, у меня была, как это сказать, аллергическая реакция, наверное. То есть, под браслетом начинала краснеть немножко кожа. И, в общем-то, это было очень неудобно. Особенно у нас, вот когда жарко. Затягиваешь этот пластиковый ремешок. Он абсолютно там без дырочек, без всякой вентиляции. Рука, получается, под ним потеет. И я люблю носить часы, чтобы это было свободно. Вот так вот, как с вочами, например. А тот браслет надо было затягивать туго. Это доставляло дискомфорт. Особенно первое время, пока не привыкнешь. И плюс добавлялось вот это вот физическое... Из-за физического воздействия от этого контакта с этой пластиной. От того, что там, наверное, постоянно не было воздуха. От того, что там, наверное, могла быть влага. В общем, было раздражение. Даже дошло до того, что я переодевал его на другую руку. Но, тем не менее, раздражение появлялось и на второй стороне. Вот. В этом была беда. Его надо было затягивать очень сильно. И, собственно, это был очень большой минус. Собственно, этот минус остался и в этом браслете. Хоть и поставили сюда разработчики вот этот вот оптический датчик. Тем не менее, он, я могу честно сказать, нифига по-хорошему не видит. Вот. И его, опять же, надо очень плотно надеть. В инструкции об этом сказано, что носить надо ремешок затягивать плотно. И, в общем, когда я получил первый, третий браслет, я попробовал его носить. Я поигрался туда-сюда с ремешком. И вот, как я посчитал, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я затягивал его на восемь дырочек. Но, через некоторое время, я не знаю, либо подрастянулся ремешок. Он, как бы, пластиковый, резиновый. И, я не знаю, может потянуться, не может. Либо я похудел, потому что в это время я интенсивно начал заниматься похудением. И, возможно, рука стала у меня немножко тоньше в кисти. Но я стал закрывать на девятую дырочку. Вот сейчас вот он у меня закрыт на девять дырочек. Я просто сразу проверил на восемь. Ощущения точно такие же, как и с предыдущим браслетом. То есть, ремешок сделан четко по стандарту. Ну и вот, получается, если я одену вот так вот на восьмую дырочку его. Он сидит свободно, скажем так, как мне было бы комфортно. Но он будет терять контакт. Если я сделаю, вот, например, как-то рукой вот так вот. Она вот здесь вот согнется у меня в кисти. И все, он тут же предупредит, что контакта нет. Поэтому затягиваем на девятую дырочку. Теперь он сидит более плотно. То есть, вообще он не болтается никак. И поэтому, если, например, очень жарко там, я могу его немножко подвинуть вверх по запястью. Ну, короче, периодически он может гулять по руке туда-сюда плюс сантиметр. Но девятая дырочка, это четко все зажимает. Он работает и практически, если сжимается рука, сгибается в запястье или еще какие-то движения, он контакт не теряет. Но, как только я начинаю заниматься спортом активно, то есть, не просто там ходить, бегать, гулять или там в мяч или еще что-то, а именно делать какие-то упражнения, рука начинает двигаться, тело начинает потеть. И практически на каждой тренировке мне приходится его затягивать на десятую дырочку, чтобы он сидел плотно. Честно скажу, десятая дырочка, это уже вообще, это уже жесть. Рука полностью затянута, перетянута. И он сидит очень жестко. Ну, честно говоря, это дискомфорт, это не очень удобно. Вот. Поэтому, если вы не любите, чтобы была рука очень сильно затянута, вам может эта игрушка не подойти. Потому что, ну, это чувствуется. То есть, на девятый его можно носить, в принципе, целый день. Сразу будет немножко неудобно, потом вы привыкнете, и если вам интересно, то вы как бы быстрее к этому привыкнете, и будет все хорошо. Но уже если затянетесь на десятую, ну вот, по крайней мере, я, то есть, у каждого свои будут дырочки, там, пятая, шестая. Восьмая, девятая. То вот для меня десятая, это уже жестко. Ну, все равно, опять же, когда на тренировке занимаешься, ты думаешь не обраслеться, и как бы это все немножко уходит. Но, тем не менее, вот такое ощущение есть. Поэтому, минус то, что его надо очень сильно затягивать на руке. Плюс от второй серии, это то, что он не вызывает раздражения. То есть, вот я его проносил три месяца, я его затягивал плотно, по-всякому. Но, слава богу, никакого раздражения не было, никого пятна не получило, не появилось. Поэтому в этом, конечно, большой плюс, в отличие от второй серии. И да, как говорят мои дети. Вот. Что сказать о том, нужен он или нет? И стоит ли его покупать или нет? Сейчас как раз, кстати, вот, пора всяких рождественских и новогодних праздников. Пора дарить подарки. И это может быть очень хорошим подарком на самом деле. Вот. Но все зависит от того, насколько он вам нужен. Мы не будем его рассматривать как подарок, а будем рассматривать, вот, как будто, стоит его покупать себе или нет. Значит, на что бы я хотел обратить внимание? Во-первых, цена. Он, конечно, не самый дешевый, но и... Не самый дорогой, но и не самый дешевый. Поэтому есть... Ну, как это... Как это определиться, на что поравняться, я даже не знаю. В общем, если для вас, скажем так, 160-190 долларов, это деньги, которые вы можете потратить и не жалеть потом об этом, то вы можете попробовать его купить. Потому что, ну, вот, у меня ощущения двоякие. Когда я носил второй, и я узнал, что будет выходить третий, я очень хотел третью серию. Потом со вторым начались проблемы, и я думаю, блин, ну, зачем он мне нужен? И может быть, и нафиг не нужен. Вот. И когда уже ты оценил свое состояние, состояние своего организма, когда ты увидел, как все работает, когда ты увидел эти цифры, которые он снимает, когда ты построил для себя определенную систему, ты уже можешь не нуждаться в этом браслете. Но для того, чтобы понять организм и увидеть, где ты делаешь какие ошибки, где ты чего-то лишнего переел, где ты, возможно, что-то не доел, то в этом он, конечно, поможет. Поэтому по ценовому диапазону получается, это не маленькие деньги, но если они у вас есть, и если вы хотите попробовать, и если у вас есть стремление что-то делать со своим организмом, то на первых порах это будет очень хороший помощник, который вам раскроет на очень многие вещи глаза. то есть вы просто будете ошеломлены теми цифрами, которые он вам покажет. Потому что, скажем так, до того, как я одел браслет, я думал одно, когда я пожил с браслетом, я понял, что я очень глубоко заблуждался. Вот. И поэтому решение принимать, конечно, вам. И, как я сказал, если есть эти лишние деньги, то их можно потратить. Если нет, можно воспользоваться всякими другими средствами. Что ты хочешь сказать, Зайка? Можно воспользоваться всякими таблицами. Сейчас я на этом чуть остановлюсь. И потратить побольше времени на подсчеты всяких калорий, там и прочее. Но это вам все равно не даст такой точности, какой даст браслет. Вот. То есть первое, это ценовой диапазон и сама стоимость этого браслета. Он, конечно, вот как я могу сказать, и стоит, и не стоит этих денег. То есть, будучи, например, наверное... Ну, не знаю, я не буду ничего говорить и там какие-то примеры на себе приводить. То есть, мой посыл такой. Если вы хотите... Если вы занимаетесь спортом, если вы хотите узнать свое тело и свой организм больше и лучше, вам стоит его купить. Он отрабатывает свои деньги, хоть у него есть и масса недостатков. И самый главный недостаток, например, для меня, это то, что его надо очень сильно зажать на руке. Но, тем не менее, это довольно-таки интересно. Поэтому я, наверное, голосую за то, что надо его купить. Еще какой хочу я озвучить недостаток и с чем вам придется смириться, чтобы вы знали сразу. Это слабенькая батарея. То есть, вы должны подрассчитать так будете свое время и свой режим, я имею в виду время зарядки этого гаджета. То есть, для того, чтобы четко снимать данные. Смысл в том, что он у вас должен быть одет на руке 24 часа в сутки для того, чтобы четко снять все показания. А именно, то, что вы съели, то, что вы потратили, то, что вы поспали, то, что вы выпили. Поэтому, чем больше он у вас на руке, тем больше вы получаете информации. Заряжается он, в принципе, когда с ним все хорошо, довольно-таки быстро. То есть, например, вот как я могу по себе рассказать. Утром я вставал, снимал его, быстренько ставил на зарядку и шел в ванную комнату. Там я делал свои дела, помылся, побрился туда-сюда. Где-то на это уходило полчаса, может быть, меньше немножко. Ну, где-то он у меня утром заряжался вот эта вот ванна и еще немножко туда-сюда походить. Порядка около 30-45 минут. Этого было достаточно для того, чтобы браслет дожил до позднего достаточно вечера. Где-то часов, может быть, до пол-одиннадцатого, до одиннадцати. В это время я его снова ставил на зарядку, когда шел в ванну. И он заряжался где-то опять те же 45 минут, может быть, на час я его ставил. И потом я его снова одевал. Почему я жил с ним в таком режиме? Потому что для того, чтобы он был постоянно заряжен и для того, чтобы он максимально долго был на моей руке. То есть, я хотел, чтобы он смотрел, как я сплю. Опять же, когда вы спите, вы тратите калории. То есть, калории в нашем организме, они тратятся все время. И поэтому важно, чтобы браслет был на руке, потому что он будет считать эти потраченные калории даже во время сна. И он будет оценивать ваш сон. Поэтому для полной картины я старался максимально его держать на руке и вот заряжать такими двумя порциями утром и вечером. Можно снимать его, в принципе, на ночь, ставить на зарядку, спокойно спать без него. Но тогда, как я вам сказал, у вас будет немножко неполная картина по расходу калорий. А так, в принципе, с утра вы его должны одеть, покушать с ним и весь день вы проводите в браслете. И он потихонечку-потихонечку пересчитывает калории. То, что вы накушали, входящие. И также то, что вы двигаетесь, сидите, работаете за компьютером, едете в троллейбусе, едете в машине, крутите руль, ходите туда-сюда, бегаете, занимаетесь спортом. Он тоже все это считает. И в конце дня он вам выдаст красивую картину. Но, как я люблю по максимуму собрать информацию, мне было интересно еще и спать с ним. Потому что, как я вам сказал, ночью тоже калории тратятся. И я хотел видеть максимальное количество своих потраченных калорий против максимального количества калорий, которые в меня вошли. Вот. Что еще могу сказать? Я проводил с ним испытания в душе. К сожалению, поплавать я с ним не смог, потому что, когда он пришел, спортивные залы уже закрылись. И когда он умер, первый браслет, спортивные залы еще не открылись. И я так понимаю, они еще не скоро у нас откроются. Поэтому я его испытал только, когда ходил в душ. Значит, не промокает, все хорошо, моется, можно мыться с мылом. Единственное, что все эти гаджеты не рекомендуется мыть в очень горячей воде. В смысле, с собой вместе. Вот. Поэтому, ну, я принимал душ нормальной температуры. Все с ним было хорошо, но экран реагирует на воду. Когда вода попадает, он загорается. Ничего там на нем не собьется, ничего не нажмется, но он активируется все время водой. Ну, вот, вкратце, наверное, для первого, так сказать, видео, по его полному обзору, вроде бы, я все рассказал, что хотел. Я думаю, еще записать, наверное, один или два ролика, чтобы рассказать, как он работает, как он считает, как я пользовался, что я с чем сравнивал, что я увидел, что я не увидел. Вот. И смотрите в Инстаграме. Я буду делать снимки экрана приложения, с которым он работает. Там будет видно, сколько калорий тратится против тех, сколько съедается. То есть, вы сможете увидеть приложение, с которым он работает. В принципе, вы можете его найти либо в App Store, либо в Google Play. Называться оно будет там что-то забейте. Help me go be 3. И оно выскочит по-любому. Вот. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Там сможете увидеть фотки, может быть, какие-то небольшие комментарии. Ну и потом я еще запишу, наверное, одно или два видео, расскажу про него. Если будут вопросы, буду конкретно отвечать на вопросы, тогда может получиться больше видео. А так, вкратце, если подвести резюме, я остался доволен третьей серии. Мне не понравился экран. Мне не понравилось то, что его надо очень плотно одевать. Мне не понравилась его батарея, потому что на самом деле она очень слабенькая. Она заряжается медленнее, чем заряжается Apple Watch. Но работу ту, которую он должен делать, он делает. Делает он ее, наверное, даже лучше, чем вторая серия. Приложение все время обновляется. Про приложение расскажу немножко позже. В непонятную сторону оно мне изменилось перед тем, как я расстался с первым браслетом Go B3. Вот. Надеюсь, сейчас там что-то поменялось, и оно стало снова лучше. Ну вот, вроде и все. А значит, напоследок, почему я расстался с первым браслетом, и почему мне прислали замену, потому что первый перестал заряжаться. И, как мне объяснили, у него западают вот эти вот, не у него, а на зарядном шнурке западают контакты. У него, как вы видите, свой специальный зарядный кабель. То есть здесь USB-A, а на обратном конце 4-5-пиновый такой вот разъем. И он включается вот сюда вот у него в спинку. Вот. Таким образом он вставляется. Сейчас, не той стороной. Вот так вот. И, о, не той стороной. И он заряжается. И, в общем, проблема возникла в том, что, когда я его ставил на зарядку, он либо говорил мне, что браслет уже заряжен в то время, когда он не заряжен, или он начинал разряжаться во время зарядки, или он просто тупо лежал часами и заряжался, заряжался, заряжался очень медленно. Вот такой вот у него был косяк. Ну, спасибо компании. Очень, можно сказать, быстренько отреагировали на это. Правда, получил я его не очень быстро, потому что первый браслет я получил на старте продаж, когда еще браслеты не продавались. Вот. И, собственно, отработав три месяца и удачно сдохнув, умерев, я сообщил в компанию, рассказал, что как было. Вот. Они сказали, что пришлют мне замену, но прислали ее несколько поздно, и об этом они тоже предупредили, потому что, ну, был большой спрос, они только начинали их продавать, как бы я, наверное, там в какую-то очередь попал, поэтому вот он пришел немножко позже. Плюс он еще очень долго у меня лежал, я его не мог включить, потому что не было времени, я хотел сделать маленькое вот это вот видео. Вот. Ну, я доволен, я сегодня его запущу, начну с ним работать. Вам в Инстаграм буду кидать фотки, вы задавайте вопросы, подписывайтесь на канал на Шестер-Америке, не лайк, не лайк, не лайк, не лайк, не лайк. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok